Андрей Васильев. Файролл. Книга одиннадцатая. Снисхождение. Том третий. Глава первая. В которой герой по праву почивает на лаврах. Вот говорят, тролли медлительны, тролли неповоротливы. Ну да, есть такое. Они не стремительны, но зато насколько основательны. Видели бы вы те груды камней, что они приготовили для переноски. И главное, они все их переправили через портал в долину Грузкад. Как успели? Понятия не имею. Портал у меня был не стационарный, закрывался быстро. Но эти здравяки и каменюки все на свою малую родину перекидали. И сами все туда успели переместиться. Мало того, они даже присвоенные мной проклятые доспехи с собой прихватили. То ли чтобы мне приятное сделать, то ли что более вероятно по привычке не оставлять добро бесхозным. И я им был за это очень благодарен, поскольку теперь мне никого на этот островок везти не надо. Не скажу, что здесь что-то можно будет на меня нарыть, но все-таки. — Радостно проревел Рунг, только ступив на родные земли. Камни, много! Земля дрогнула, уши у меня заложила. Казалось, вся долина заревела в ответ на слова вожака. — Хозяин будет доволен, — проорал Рунг. — Да! — поддержали его тролли. А теперь за дело, — скомандул вожак и почесал пузо. Эти камни отнести к тем, что мы натаскали раньше. Нечего им тут лежать. — Рунг, вопрос есть, — подал голос я и постучал ему кулаком по спине. — Ну как по спине? Куда дотянулся? — По нижней ее части, скажем так. Согласен, не очень вежливо, но по-другому он на меня внимания не обратит. — Чего тебе, человек? — рыкнул тролль, повернувшись ко мне. — Мне идти пора, — объяснил я ему. — Дела еще есть. Слушай, можно мои железки тут пока полежат? Я за ними скоро вернусь, а ты пока скажи своим, чтобы о них в кучу малу не перекидали, хорошо? — Вожак подумал, посмотрел на меня, посопел и согласился. Как видно, количество уже полученной, а также потенциальной пользы от меня перевесило нежелание что-то запоминать и тем более делать. — Хорошо, — рыкнул он и добавил. — С тобой приятное мне дело, человек. — Я рад, что ты рад, — ответил я, копаясь в кучу доспехов и запоминая, что в ней есть. Человек — это роль братья навеки. — Если еще раз такое скажешь, я тебе голову проломлю. Пообещал Нерунг. Вы — это вы, мы — это мы. Какие братья! Дело общее есть и повелитель один на всех. Дружбы нет. — Шутка. Я достал свиток. Я просто очень веселый человек. Таких веселых гоблины в великой степи доедают, — сообщил мне вожак троллей, сплюнул и побрел к таскающим камни соотечественникам. — Да и тьфу на тебя, — пробормотал я. Люди есть люди, тролли есть тролли, и не сойтись им во взглядок на жизнь никогда. Аминь. Махнув свитком, я представил себе Селгар, и секундой позже с удовольствием втянул ноздрями его прянознойный воздух. Вот везде был, во всех столицах Роттермарка побывал, а дома себя чувствую именно здесь, в этом вечно шумящем восточном городе. Собственно, в каком-то смысле я сразу и отправился домой, а именно в гостиницу. Да, имелись другие дела поважнее, но первонаперво всё-таки очень не хотелось вкусить плоды от давних побед. Проще говоря, залежались у меня кое-какие вещички в сундуках, дожидаясь того, как я возьму восьмидесятый уровень. Это было на самом деле приятно. Ляск исключительной красоты доспехов, который я экипировал на себя, алмазный блеск парановых перстней, натянутых на пальцы, и очень-очень удобная рукоять меча, носящего название «Зуб дракона». Немного жалко было расставаться с нынешним клинком, он послужил мне на славу, но таковы игровые законы, надо стремиться к лучшему, или отстанешь от поезда. Но продавать я его не стану, уберу в сундук, пусть лежит. Он ветеран, он заслужил. Согласен, сентиментально, но вот такой я человек. Я подошёл к гостиничному зеркалу. Хорош? Нет, правда хорош. Весь в железе, но выгляжу не громоздко, как, например, Нокс или Турок. Отсутствует скорость скрепостной башни на ножках, а основательность чувствуется. Скажем так, не всякий огр на меня теперь хвост подымет. С другой стороны, теперь смерть это... Это маленькая смерть. Вот такая талтология. Потерять эти доспехи и оружие – немыслимое дело. После такого хоть из игры уходи. Надо в замок наведаться и Назира снова в свои вечные спутники определить. С ним спокойней будет. Хотя туда так и так идти надо, а то штрафанут меня за неявку в расположении клана. Опять же, с кролиной надо мириться. Надо. На край скажу, что я во всём виноват. Нет, женщина это подкупает. Особенно, если на самом деле косяк был именно их. Перед тем, как покинуть гостиничный номер, я осмотрел добычу, взятую в болотной вылазке, рассчитывая найти в ней пару-тройку раритетов. И ведь нашёл. Правда, ни среди предметов. Там-то как раз неожиданности не имелось. Неплохие, но не сетовые части доспехов, славный плащ для друида, пара средненьких мечей. Впрочем, были и приятные находки. Особо продал кинжал аж с девятью статами. Правда, все они были, мягко говоря, посредственные. То есть много, но бестолково. А ещё впервые за всё время мне попалось рыцарское копьё. Вот прямо настоящее, длинное и полосатое. Причём его статы давали преимущество не только самому игроку, но и его лошади. Забавно. Что до раритетов, ими оказались флаконы с жидкостями, что я кидал в сумку вообще не глядя. А если совсем честно, который взял благодаря своей привычке хапать всё, до чего руки дотянутся. Два из них оказались невероятно редкой кровью каких-то давным-давно вымерших животных. Причём описание данных флаконов переливалось всеми цветами радуги, из чего я сделал вывод, что кровь эта стоит немалых денег. Надо будет на аукционе посмотреть, почём такая красота. Это правда, если там такое вообще есть в продаже. Третий же флакон я решил вовсе придержать до лучших времён и никому о нём не рассказывать. Вообще никому. Такие вещи использовать надо только тогда, когда наступает совсем лихой час, поскольку за них много чего можно потребовать. Емкость нём была всего ничего. Три глотка. Прямо так в описании и было указано. Три глотка. Но вот каждый из этих глотков увеличивал опыт любого ремесленника ровно на один уровень. До новых зналя! Субтитры делал DimaTorzok